Как вы думаете, какая Беларусь на вкус? Это деревенские нотки бабушкиных блинов или коллаборация вкусов на современный манер? Все это пытались выяснить участники большого мастер-класса в Могилевском университете продовольствия. Вкусное дополнение к культурной программе для гостей Могилевщины это всегда актуально, считает наш корреспондент Кристина Каранкевич. У нас будет несколько текстур картофельной каши. Именно нашу белорусскую бульбу выбрали в качестве главного продукта для мастер-класса. Идея – показать, что из местных продуктов можно приготовить не то, чтобы нескучное блюдо, но даже эффектное. Тренинг для преподавателей и молодых поваров со всей Беларуси в Университете продовольствия ведет Петр Ануфриенко, выпускник заведения и победитель республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Беларусь по компетенции кулинарное искусство. Он уверен, что на соревнованиях, как и в жизни, главное, чтобы блюдо запомнилось на вкус. Стараемся применить какие-то и современные трендовые техники, но также и вернуться, так скажем, к истокам. То есть два основных компонента мастер-класса – это современные, так скажем, и наши белорусские техники и белорусские продукты. В итоге картофельную кашу дополняют маринованная семга и майонез из черемши. Необычно? Да. Вкусно? Еще как. Гости сходятся во мнении – такой альтернативой драникам и мочанке можно удивить приезжих туристов. Эксперименты приветствуются, но обязательно по технологиям. Очень интересные приемы, некоторые – сочетание цветов, сочетание продуктов, вкус, вот это вот, то, что Петр сам как-то выстраивал картинку. Зачастую на тарелке можно видеть настоящее произведение искусства. Минимализм также характерен, да, когда тарелка довольно большая, а порция, скажем, десерта или холодной закуски, она небольшая. Но в то же время это выглядит очень эффектно. Кулинарный тренд сегодня – необычные декоры и преимущества местным, а не привазным продуктам. В этом вся соль. А дальше зависит от предпочтений. Кому-то захочется вспомнить тот самый вкус бабушкиных блинов со свежаниной из русской печки или взбудоражить вкусовые рецепторы с сочетанием, казалось бы, несочетаемого. По такому принципу создает блюдо шеф-повар одного из могилевских баров Никита Цветков. Шеф-повар говорит, сегодня Беларусь не просто пробует на вкус, ее смакуют. Той же картофельной каши вариаций сколько угодно. Здесь ее подают сыром грана-падана и томленой в собственном соку – уткой. Засыпаем это все дело жареным кефиром. И нотку сладости мы даем за счет крема из запеченных с карамелью яблок. Ничего сложного, просто проявили какую-то смекалку. Здесь как раз готовятся к неделе французско-белорусской кухни и готовы удивить каждого, кому не чужды вкусовые эксперименты. Среди новинок – французский макарон из гречневой муки с необычным кремом на белорусский манер. Ну что ж, это тот самый гречневый макарон с кремом из кровяной колбасы и смородиновым вареньем. Я думаю, стоит попробовать. Ну, необычно. Мне кажется, стоит поставить в список тех блюд, которые можно попробовать, приехав в Могилев. Люди путешествуют по миру, и им хочется пробовать что-то новое, но не слишком уж традиционное. Поэтому на первый план в кулинарии сегодня выходят овощи, крупы и бобовые. Наши повара пошли дальше, и в ход пустили корень пастерна, как и решки зелени, и томленые щи из кислой капусты. К заморскому палтусу оказалось в самый раз. Основная масса теперь к нам приходит, на самом деле, чтобы, ну вот, как в театр. Они приходят сюда поесть, скажем, небольших порций еды, взять их несколько разных, там, какие-то вещи, какими-то вещами удивиться. Тенденция такова, что в регионах из-за менее динамичного образа жизни к экспериментам готовы даже больше, чем в столице. Поэтому, будучи частью туристического проекта «Карта гостя» города и регионы Беларуси, Могилевщина стремится развивать региональный туризм. В нашей области в проекте участвуют музеи, агроусадьбы, точки проката и питания, всего около 90 объектов. И это, согласитесь, отличная возможность удивить гостей не только богатой культурной программой, но и почувствовать вкус гостеприимства и хлебосольности, чтобы захотелось вернуться еще. Главное, чтобы в мире все было спокойно. Редактор субтитров А.Семкин